Приветствую вас. Вы знаете, я, наверное, выскажу достаточно непопулярное мнение, непопулярную точку зрения, но мне кажется, что если вы хотите пересечь развод достойно, то, наверное, никак. Потому что для меня слово «достойно» означает сильно, должно быть сильным, в том, что переживаю развод. Но момент в том, что вы не можете быть сильным, в том, что вас ранят, это невозможно. Невозможно быть сильным, и в том, что тяжело вам, в том, что травмируют вас, это сделать невозможно. Поэтому, чем быстрее, чем быстрее вы, например, признаете, что вам больно, чем быстрее вы впустите свои чувства в себя. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше для вас будет, как мне кажется, по крайней мере. Понимаете, да? Потому что только так вы сможете начать процесс проживания как бы этого. В остальных же случаях вы будете пытаться быть кем-то другим. По сути дела. И ничего хорошего вам это не даст. Может быть, для кого-то вы будете выглядеть сильнее, может быть, для кого-то вы будете выглядеть достойно. Ну вот, вопрос, который вам нужно себе задать, да, как бы вот, ну а стоит ли это того вообще? По крайней мере, по крайней мере, я бы не назвал своей задачей, ну задачей-задачей психологов, да, я бы не назвал уведением человека у себя. Я бы все-таки назвал задачей психолога, наоборот, приближение человека к самому себе, а это все-таки, наверное, признание того, что где-то я могу не быть сильным, где-то я могу не быть достойным, где-то я могу быть слабым, в принципе. И это нормально. Вот. Как-то, как-то так, мне кажется. Поэтому, в первую очередь, что вам ныль на предметах, то, что это травма, то, что вам больно, для вас какие-то вещи изменятся, скорее всего. Вот. И, то есть, вам нужно учиться жить заново. Скорее, в целом, опять же. Понимаете? Какая ошибка. Поэтому я бы, вот, так бы озвучил, и такой бы вам дал ответ. Опять же, есть разночтение, а в том же, что считать достойным. Для кого-то достойно одно, для кого-то достойно другое. Для кого-то достойным, достойным, достойным является уход. Слезы. Вот. Скажем, в работу или какое-то хобби. Поэтому говорить о том, о попустим. Как достойно, да, Нужно сначала определить, а что достойно для вас, и достойно ли это, если вы, например, обманываете себя и близких людей. Ну, я имею виду, что близкие люди у меня с каренцем, а осталось смотря на то, что со своим мужем выразили. Так что, я бы хотел обратить ваше внимание на эти вещи, мне кажется, мне они кажутся важными. Сейчас, на данный момент, получается, как будто бы такая история, что вы хотите, чтобы мы решили, как для нас будет достойным проводить развод, и сказали вам об этом. При этом полностью нечутки были бы к вашим чувствам, полностью игнорировали бы какую-то вашу активность. Знаете, наиболее экологичным будет обратить внимание на то, что мотивирует вас сейчас спрашивать, как пережить развод. Если вы спрашиваете, как достойно перечить, значит, вам тяжело. Но вы этого хотите убежать. Убегая от того, что вам тяжело, вы не решите проблему. И можете перенести эти проблемы в свои следующие отношения, которые у вас появятся. Я имею ввиду в отношениях со следующим мужчиной. В том, что произошло в том, что вы сейчас разводитесь, есть и ваша ответственность тоже. И не вина, а ответственность. Ответственность. И вам эту ответственность желательно увидеть. Увидеть ее, чтобы осознать, может быть, какие действия вы совершали. Какие ваши, именно ваши действия могли привести к тому, что вы сейчас со своим мужчиной разводитесь. Это очень важный момент, как мне кажется. Вот. И дальше же решить, что вам делать. Часто человеку может потребоваться, просто выговориться, просто выплакать, просто рассказать о твоих переживаниях, потому что больше некому. А вслед они не приходят. Ответ. На вопрос, как дальше жить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.